Итак, тема Тема называется Тикун Улам. С иврита это переводится как «исправление мира». Лет 15 назад я первый раз сделал эту тему. После этого в разных местах, иногда не на русском языке или чаще всего не на русском языке, я ее повторял. Она шлифанулась. Если вы просто зайдете в YouTube и наберете Тикун Улам, то там вы можете найти, я уже даже не помню, 70 уроков. И я попытаюсь с Божьей помощью эти 70 в формате цинагоги трансформировать в 8. Я думаю, это будет более продуктивный материал, потому что за 15 лет человек по неволе меняется, не столько становится старше, но и в некоторых вещах становится лаконичнее. Я думаю, это важный момент. Я начну с одного местописания, еще это не Тикун. Сегодня, по всей видимости, мы будем заниматься вступлением, потому что я хочу помочь вам переключиться на мой образ мысли, чтобы попытаться увидеть то, что я вижу. А потом вы, разумеется, взвесите, согласитесь, отвергнете. Не важно. Главное, чтобы ваши глаза могли видеть шире. Я прочитаю одно местописание, все его знают. Это Исход, 18 глава. Там, где Итро на иврите или на русском языке в синодальном переводе Иофор, тесть Моисея, пришел к Моше и говорит, «Я тесть твой Иофор». Это с 6 стиха. «Иду к тебе, и жена твоя, два сына и ее с ней». Моше вышел навстречу тестью своему, поклонился, целовал, поприветствовались и рассказал Моше тестью своему обо всем, что Господь сделал с фараонами, египтянами и так далее. Наверняка Иофор или Итро уже все это и так знал, потому что слухи даже в те древние времена на Ближнем Востоке расходились, ну, если не со скоростью интернета, то, по крайней мере, быстро. Иофор радовался всех благодеяниях, 9 стих. И сказал Иофор, благословен Господь Бог, который избавил вас. В раввинистической традиции этим местам придается очень много значения. Часто говорят, что Иофор даже сделал чува или гиюр. Я очень сомневаюсь в этом. Типа он вошел в лона Израиля. И вот один из стих говорит, «Ныне узнал я, что Господь велик паче всех богов». И потом он дает Моисею, Моше, целый ряд управленческих советов. По всей видимости, Итро или Иофор был в Мадиаме не только освященник какого-то божества, но и в Совете управления страны, поэтому знал, как организовать большую корпоративную работу. Он подсоветовал Моисею технику, как это сделать. Моисей был очень рад. Но после этого в 27 стихе написано, «И отпустил Моше и Тестя своего, и он пошел в свою землю». Короче говоря, в исследовании, особенно еврейского откровения в священных писаниях, а я думаю, это основная цель такого заведения, как цинагога, чтобы показать евреям и неевреям, верующим в Ешуа, самое главное, еврейскую подноготную или еврейскую композицию этого откровения, чтобы мозг людей, которые выросли в нееврейской среде, мог адаптироваться к этим откровениям и понимать их. Короче говоря, многие, когда слышат что-то об еврейском изучении священных писаний, им нравится, вот как Иофору, как Итро, они приближаются, они поинтересовались, они погрелись у костра и ушли. Их отпустило назад. Они вернулись там, где они были. Наверное, измененными, пораженными какими-то вещами. В какой-то мере даже ставшие дипломатами Израиля в мире, что очень хорошо, благоприятно. Но некоторые нырнули глубже. Не то, что стали частью, совершенно не нужно становиться евреями. Но важно понимать еврейское откровение Библии. Совершенно не нужно становиться евреями тем, кто не еврей. Потому что если все будут евреями, то разнообразие просто исчезнет. А Небесный Отец, Он ищет многообразия. И это важный момент. Короче говоря, цель этого текуна или разбора, который я хочу делать, чтобы показать вам ситуацию немножко шире, и чтобы вы, нырнув, потом не уходили, а чувствовали эту прелесть и эту силу, эту тягу, как говорит один мой хороший знакомый, которая раскрывает глаза на мироздание. То есть, когда ты понимаешь еврейский подход священных писаний. Для меня это исследование длится уже около 30 лет. и чем дальше идешь, как говорят, тем меньше знаешь и поражаешься при мудрости Творца. Еще одно такое местописание, которое я хотел привести, это, наверное, история, которую вы и так знаете, почему она мне пришла на ум, потому что на последнем шабатнем собрании, а у нас сейчас их опять начинают прикрывать в Израиле, потому что вспышка коронавируса, наш старейшина проповедовал, и он привел пример Иабиса. Это человек, который в болях, в страданиях родился у женщины, и она в состоянии болевого эффекта после родов, сказала и дала ему имя Иабец на иврите, Иабец или Иавис на синодальном переводе, рожденный в страданиях. Этот человек на каком-то этапе вдруг встрепенулся и сказал, Господи, если Ты благословишь меня Твоим благословением и расширишь пределы мои, то я сделаю так-то и так-то и так-то. Вот это вот ключевое слово «расширишь пределы мои». Цель Тикун Олам — это попытаться расширить пределы нашего обозрения священных писаний в формате истории мира, и я буду приводить в последующих уроках ряд всяких фактов, которые будет не так сложно проверить, если вы просто забьете эту информацию в YouTube. В общем, цель я хочу показать или позволить слушателю увидеть более широкую картину мира. Ладно, давайте идти к Тикун Олам. И вначале, что такое значит Тикун Олам? Тикун Олам — это перевод слов, которые записаны в «Деяниях апостолов» в 3 главе в 21 стихе, там, где апостол Петр говорит до времен восстановления или исправления всего. Исправления всего Тикун Олам. И прежде, чем мы подойдем к этой теме, как я уже сказал, сегодняшняя лекция, она вступительная, я хочу сказать, что в христианском богословии об исхатологии, о последних днях и о днях, которые будут после последних дней, есть много мифических представлений. Например, есть такая идея, что весь мир перестанет существовать, потому что он подвергся разрушающему действию греха, и он сгорит. И часто приводят в пример Писания из 2-го послания Петра 3-й главы, 10-й стих, говорит, «Придет же день Господень, как тат ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихи же разгоревшись разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». И истолковывают этот стих буквально, то есть многие места Писания истолковывают аллегорически, а вот этот стих не аллегорически, но буквально. Можно и так, наверное, истолковать, но, по всей видимости, здесь Петр дает какую-то аллегорию. Короче говоря, в христианстве, особенно в последние 100-120 лет, развилась идея, что этот мир плох, из-за того, что человек впустил в этот мир грех, бес его попутал, дьявол его попутал, сам он это сделал, сам он пригласил дьявола, по-разному он это сделал, смотрят, но этот мир плох, и в один день он исчезнет, сгорит. И Бог перенесет нас в другой мир. Из-за этого часто на страницах интернета мы читаем о том, что ученые нашли в созвездии, там, Альфа Центавра или еще где-то, какой-то город, который очень похож на библейское описание Откровения, Новый Иерусалим, мы будем там где-то, мы будем где-то там. Короче говоря, на самом деле, эта идея достаточно нова для христианства, которому уже более двух тысяч лет, и она развилась примерно в 1830-40-х годах. Повторюсь, в 1830-40-х годах она развилась через одного достаточно умного, инициативного проповедника, который поднялся в среде плимутских братьев. Наверное, вы слышали такое название, плимутское братство. Если кто не знает, просто забейте в Википедию, и она вам расскажет, что это было. Это были хорошие верующие. И этого англиканского священника звали Джон Нельсон Дарби. И его теология называется «Дарбианство», и он был одним из основателей диспенсализма. То есть, что мировая история разделена на разные периоды. Период закона, период церкви, период Израиля, потом период церкви, потом будет еще семь лет периода какого-то Израиля, еще чего-то. И в формате его воззрений он оказался учителем достаточно известной семинарии. Его идеи разошлись особенно в среде неохристиан. Я не оскорбляю это никаким образом, потому что в каком-то роде наши основные контакты именно с ними, это особенно десятническое, харизматическое, баптистское движение. Когда стали выкристаллизовываться такие идеи, что этот мир безвозвратно плох, и только бы дотянуть до конца, и умерев, переселиться туда, куда-то на небеса, в ту какую-то заоблачную вечность, или, как я уже сказал, в небесный Иерусалим, который расположен в каком-то созвездии Альфа Центавра, или на какой-нибудь планете Нибиру, или еще где-то, короче говоря, в ортодоксальном, или правильнее сказать, историческом христианстве, такие идеи никогда не поддерживались. И наоборот, в христианстве, так же, как и в иудаизме, всегда присутствовала идея, что да, этот мир плох, Бог, он не в лучшем состоянии, виною всему человеческое решение пойти другим путем, вместо пути, которое предложил ему Творец, но Бог включает некие механизмы, которые исправят все, исправление мира, и на этой земле будет обновлено и восстановлено все. Прежде чем перейду к местам Писания, которые раскрывают концепт Тикун-Олама, я хочу показать вам картинку, я ее нарисовал рукой, но попробую объяснить, чтобы обосновать вот эту идею, что Бог не хочет нас перенести на какую-то Альфа Центавра, а то, что Он хочет здесь совершить чудо обновления, восстановления, и когда, кстати, мы говорим о воскресении Мессии или Христа из мертвых, это часть глобального исправления. Я хочу вам сейчас показать, еще раз повторюсь, по-детски нарисованные картинки, и Марк мне поможет это сделать, и я буду пояснять эти картинки. Представим, что я строительный подрядчик. Вы все живете в разных странах мира, и уверен, что почти никто из вас не живет в палатке. Живете, наверное, все в квартирах или в домах. И вот я строительный подрядчик, предположим, я построил многоэтажный, очень симпатичный дом. Я не стал давать рекламу, а распространил это среди моих друзей верующих. Неважно, какой деноминации, главное, что мы все веруем в Ешуа, и я хотел даже немножко льготную цену сделать. Короче говоря, в этом доме, сколько у нас людей на форуме? 438. В этом доме есть 450 квартир, что это значительно такой приличный комплекс, красивый, обустроенный, с парком внутри, детский садик, все дела вокруг. Я распродал вам все квартиры, и вы все зашли туда очень довольны, потому что Леон, тоже ваш брат в Ешуа, продал вам жилье по немного дешевле рыночной стоимости, уютное и хорошее жилье. Вы живете там, иногда я приезжаю в гости, мы встречаемся в парке, пьем кофе вместе, общаемся с некоторыми из вас, со всеми четырехстами можно общаться, разве что в Zoom или вот в этой программе. И однажды, лет через пять, приехав навестить вас еще раз, я вдруг с ужасом замечаю, что весь дом покрылся трещинами в стенах. Мне дико стыдно, потому что вы верующие, я верующий, даже если не верующие, мы все люди, и должны держать свое слово. Я понял, где я сделал ошибку в проектировании фундамента. И я тогда решил исправить положение. Буквально в пяти километрах от этого дома, на месте не хуже, может быть даже несколько лучше, я купил землю и построил подобный дом, даже чуть-чуть больше по размерам, чтобы каждая квартира как бы компенсировала вот это неудобство переезда. И по прошествии стройки я пришел к вам, собрал собрание жильцов и говорю, другие, дорогие друзья, я сделал ошибку, я ее увидел, и вы тоже видите ее, увидите, как там сыпется штукатурка с потолка, в ванных трещины, там где-то просел пол, мне очень стыдно, я допустил ошибку. Я был тогда молодой подрядчик, и я вот сейчас построил для вас подобный дом. Видите, вот этот красный, это новый дом. И вы сейчас свободны выбрать или взять себе соответственную квартиру, где вы жили, скажем, вы жили там на третьем этаже или на пятом этаже, восьмая квартира, в новом доме возьмите, на третьем этаже, или на пятом этаже, восьмую квартиру, в соответственную квартиру, или я возвращаю вам все эти деньги, которые вы потратили на покупку первой квартиры, плюс я компенсирую у вас той инфляцией, которая за это время случилась. И вот мой вопрос к вам. Какой ваш выбор? Какой ваш выбор? Что вы выберете? Соответственную квартиру в новом доме, построенной тем же подрядчиком, Леоном, но уже помудревшим, или my money back, мои деньги назад, плюс инфляция, которая там прошла 5-10 лет, неважно. Вопрос к вам. Я, кстати, буду рад даже в чате комментов видеть, какие бы вы... Упс, что-то у меня все... А, все вернулось. Какие вы будете писать ответы. И пока вы пишете, или каждый для себя проговаривает ответ, я хочу сказать, когда я делал открытые семинары, и задавал этот же самый вопрос, 90-95% зала обычно выбирало новую квартиру. Ну, мы все живем в сложных финансовых и жилищных условиях, и всегда все хотят более хорошее жилье. Короче, все выбирали жилье. И только 5-3-5, ну, иногда 7% говорили, нет, 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 я хочу мои деньги назад плюс инфляцию. И когда я задавал им вопрос, а почему вы хотите деньги, а не квартиру, знаете, какой ответ был? И мне было приятно слышать этот ответ. А как мы можем тебе доверять, тебе, который ошибся в первый раз, не ошибешься ты ли во второй раз? Почему я привел этот пример с этим домом, с этим переездом, с этими деньгами? Если мы двигаемся вслед за Дерби, который сказал и вел эту теологию, что этот мир безвозвратно испорчен, и Бог приготовил нам другой мир, то как мы можем верить такому строителю, который допустил падение этого дома, а не будет ли разрушение, разлома, трещин, деградации в том другом, небесном, в Альфа Центавра или еще где. Короче говоря, вот эта идея, что мы будем перенесены в лучший мир, она не библейская, и даже наш посмертный опыт и пребывание в раю Господнем, это по Писанию временная мера до момента воскресения из мертвых и нашего входа в небесное царство, которое должно быть здесь, на исправленной и обновленной земле. Вот когда я говорю эти слова, я прямо слышу, как некоторые из вас говорят, где-то мы такое уже слышали. так, наверное, говорят в теологии свидетелей Иеговы. Вы знаете, я помню, как однажды в нашем теологическом институте преподавал известный израильский раввин или пастор или учитель Йосеф Шулам, и когда ему сказали, так вот учат там свидетели Иеговы или адвентисты, Литон говорит, какая мне разница, если какая-то секта какие-то вещи понимает правильно, а все остальное извращает. Короче говоря, сейчас я хочу подойти к библейским местам писаний, чтобы показать объективность или правильность идеи, что этот мир должен быть восстановлен, восстановлен из того деградировавшего состояния, в котором он находится, к сожалению, сейчас. То есть сейчас есть много славных вещей в мире, чудесных вещей, но в то же самое время мы живем во время, когда все одеваются в маске, чтобы спрятаться от коронавируса, когда, как говорят, человеческое рабство, ну чаще всего в формате сексуального рабства, намного больше по объемам, чем оно было когда-либо в мире, когда существует продажа людей, когда наркотики, бандитизм, любые самые разные гадости распространяются со скоростью звука, и в этом плане можно сказать, что мир деградировал, и он нуждается в исправлении. Короче говоря, сейчас я хочу пробежаться по местам писания, где встречаются выражения, которые говорят о том, что Бог не хочет нас никуда переселять куда-то в Альфа-Центавру, но после воскресения из мертвых здесь все будет изменено, удалено тление, удалена структура, которая испорчена, отравлена безвозвратно и восстановлена, подобно как будут воскрешены тела умерших людей. Как я уже сказал, само выражение тикун-о-лам встречается в священных писаниях всего лишь один раз в Новом Завете. Я через момент прочитаю вам это место. Но, что интересно, в писаниях есть очень много выражений или слов, которые, если их истолковывать в шате или буквально, они не смотрятся синонимами, но в контексте слов писаний они являются синонимом. Я дам вам пример, маленький пример. Допустим, слово звезды. Слово звезды или коховим на иврите в голове обывателя переводится как физические объекты на небе. Но в писаниях звездами также названы какие-то небожители, по всей видимости какие-то высшие чины ангельские, и их тоже называют звездами. Или такое слово, как развращенный. Его синонимом является слово Вавилон от слова Бильбуль смешение смятения или мир сей из мира. Помните, когда еще дети мира сего, то есть мир сей это тоже место развращения или тьма, или Египет, или заблуждение. Поэтому, когда я сейчас буду читать места писания, не ожидайте увидеть конкретно слово исправления мира, тикун олам, но я прочитаю вам 5-7 сколько успею мест писания, чтобы вы могли увидеть, что эта идея абсолютно присутствовала с древних дней, и она пришла в Новый Завет, и верно так смотреть на мир. Хоть когда я говорю так, я подразумеваю, что каждый из вас может смотреть на мир так, как он хочет, но услышьте и мое видение, пусть оно поможет вам видеть шире, но я ни в коем случае не хочу вас там в какую-то переломать идею, это все в рамках свободы, для меня это очень важный вариант, и разно мнение, это тоже хорошо, но в данном случае я хочу эту тему предложить. Итак, первое место писания, деяние третья глава, Петр и Иоанн возвращаются с храма, там была какая-то ситуация, больной человек, они помолились, он исцелился, чудо, есть ли сегодня чудеса или нет, это тема другого разбора, но в то время явно чудеса были везде, и таким образом провозглашалось имя Иешуа, некоторые из нас думают, что это было только для тех времен, некоторые из нас думают, что Бог не сократил свою руку и продолжает делать чудеса, как я сказал только что, это место другого разбора, но вот здесь такие слова, когда Петр, от которого требует ответа, как вы сделали это чудо, он встает и начинает благовествовать, и вот я читаю 20 и 21 стих, он говорит, да придут времена отрада от лица Господа, и да пошлет он предназначенного вам Иешуа Мессии, то есть он говорит евреям, которые как бы отвергли Иешуа, а здесь он говорит, он вернется назад, и дальше 21 стих, которого небо должно было принять до времен совершения всего, вот эти слова до времен совершения всего в оригинальном греческом языке, на котором написано это слово, оно говорит тикношел аколь на еврит, или исправление всего, пока все не свершится в смысле, а исправится, то есть Иешуа вернется как царь царей на эту землю в тот момент, когда сила Божья, какие-то процессы, которые Господь запустит, совершат восстановление всего, что говорил Бог устами всех своих пророков от века. Это Деяние 3 глава 21 стих, запишите себе, почитайте это место потом. Сейчас я обращусь к Исае, и помните синонимы, выражения, которые в Пшате, в буквальном контексте могут звучать немножко иначе, но когда ты смотришь общую картину, они говорят о том же самым. Я читаю Исаию 49 главу 8 стих. Так говорит Господь, во время благоприятной я услышал тебя, и в день спасения помог тебе, и я буду охранять тебя, и сделаю тебя заветом народа, чтобы восстановить землю, чтобы возврастить наследникам наследие опустошенное. Вот это выражение восстановить землю и возвратить наследникам наследие опустошенное, это исправить все. Тикуно шел хаколь исправить все. 58 глава Исаии. Эту глобу обычно читают на Йом Кипур, во времена судного дня, когда человек томит душу свою, и в Израиле по всей видимости некоторые томили свою душу неискренне, и больше томлением души называли воздержание от пищи и диетический пост, и периодически пророкам нужно было обличать народ, и вот Исаия, когда говорит, вот настоящий пост, который избрал Господь, если вы будете поститься, то то и то и то будет с вами, потом почитайте 58 главу, это очень сильная глава, и в 12 стихе говорят, «И застроятся потомками твоими пустыни вековые, ты восстановишь основание многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения». Вот это выражение, восстановитель основания многих поколений, восстановитель развалин, это не только буквально, это так же и буквально, когда вернулся народ в обитованную землю и восстанавливает то, что давно поросло травою. Но в контексте этого места говорится также о более глобальном восстановлении и исправлении. Еще одно место Писания, опять Исайя, 60 глава, 21 стих, одно из самых любимых мест Писания для меня. И здесь говорится, «И народ твой весь будет праведный, навеки наследует землю, отрасль насаждения моего, дело рук моих к прославлению моему». Очень интересно, что здесь Бог называет свой народ, то бишь Израиль в данном случае, праведным. То есть мы знаем и мы живем, и я, и Михаил Цин, и Сергей Конторович, мы все здесь живем. И мы видим, что это классный народ, посреди которого мы живем, особенно когда тяжко, все готовы друг другу помогать, но когда не тяжко, есть обычные народные майсы и мансы, когда люди могут поругаться, а кто-то может более сильно поругаться, когда есть и парады гордости, и всякие грехи, и праведным такое не назвать, но здесь пророчески пророк в откровении от Господа видит будущее, и он говорит, народ мой весь праведный, помните, как Павел говорит, ибо весь Израиль спасется, навеки наследует землю, навеки, то есть мы сейчас, у кого-то есть жилье свое, у кого-то нет, но по израильским законам, даже если у тебя есть жилье, оно есть как бы на 49 лет, потом нужно продлевать контракт аренды земли у государства, чтобы продолжать жить в своем собственном доме, это не есть точное исполнение вот это навеки наследует землю, а здесь говорится, что это да будет. Еще одно местописание, это Иоанн, 11 глава, и все наверное помнят ситуацию, когда Лазарь умер, помните, Ешуа говорит своим ученикам, Лазарь умер, и они идут туда, где Лазарь умер, Вифанию, я читаю 11 глава, а главу 17 стих, Ешуа придя нашел, что он уже четыре дня в гробе, то есть пещера, и кто знает, как хоронили, брали, покрывали человека пеленами, и чаще всего это был семейный склеп, и там было специальное место, на которое ложили мертвое тело, а в таких выбоинах стенах уже прежних умерших хранили в таких каменных коробках, туда складывали только кости без плоти, плоти стлевало, короче, говорили, говоря, положили Лазаря, чтобы он тлел год, я не знаю, два года, я не знаю эти нюансы, и вот Ешуа приходит, и насколько можно такую пещеру герметично, в кавычках, без силикона закрыть камнем, и многие из евреев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали, братья их, 19 стих 11 главы, Марфа, услышав, что идет Ешуа, пошла навстречу ему, Мария же осталась дома, и когда Марта сказала Ешуа, Господи, если ты был бы здесь, не убер бы брат мой, но и теперь знаю, чего попросишь у Бога, даст тебе Бог, Ешуа ей 23 стих говорит, воскреснет твой брат, на что Марта сказала ему, знаю, что воскреснет, воскресенье в последний день, когда она говорит эти слова, она не подразумевает, что вот сейчас Ешуа пойдет и воскресит его, она подразумевает, что он, Ешуа, носитель какого-то особенного помазания Бога, я не думаю, что она в тот момент там каким-то образом говорила о божественности самого Ешуа, ну там в тексте по крайней мере этого не видно, но она видела, что он имеет эту власть и он воскресит Лазаря, не сейчас, а в полный день, в какой-то день, когда произойдет общее исправление мира, и она говорит как еврейка, то есть она не взяла эти вещи из того, что смотрела на учеников или слышала проповеди, это было общее израильское понимание, интерпретируемое раввинами, учителями, книжниками, и как Петр уже сказал, то, о чем ваши пророки говорили в третьей главе Деяний 21 стихе, это было общее понимание, что в один день Бог исправит и восстановит все, и так это в Евангелии, также есть очень яркая картина, читать не буду элементы, но прочитаю в апокалипсисе Иоанна, это известнейшее место, 21 глава, 1-3 стих, когда говорится и увидел я новое небо, новую землю, прежнее небо и прежняя земля миновали, не в смысле, исчезли, и здесь образовалась новая, а увидел святый город Новый Иерусалим сходящий, то есть здесь с этой земли удаляется тление, грех, я не знаю, что еще, все то, что не имеет чистоты божественной природы, уходит, и Бог сам делает, с небес сходит небесный Иерусалим, понятно, что это чистая аллегория, потому что то, что видел Иоанн, он передал словами человека, чтобы человеческий разум хоть каким-то образом мог воспринять, потому что духовное, оно не воспринимается и не передается человеческим языком, только очень аллегорично, это то, что делает здесь Иоанн, кстати, когда-то Павел тоже видел там до третьего неба, он говорит, у меня нет слов, нету понимания, как это выяснить, ну, Иоанн, наверное, был попроще, поэтому он все слова, то, что он видел, видения Иерусалима и откровения, он чаще всего истолковывает это как огромный ювелирный магазин, золото, сапфиры, бриллианты, но суть здесь понятна, с небес от Господа приходит сила исправления, изменения всего, вот, ну, как бы, вот эта идея здесь присутствует, если вы пойдете в псалмы, там масса синонимов, 50-й псалом с 18-го по 21-й стих, и там, вот, в 20-м стихе, о благодетельствуй по благоволению твоему сиону, воздвигни стены Ярушалайна, тогда будут благоугодны тебе жертвы правды, а ты восстановишь все, ты воздвигнешь Ярусалим, таких мест в псалмах масса, классика, еще одно место Писание, оно записано в нескольких Евангелиях, и оно является ключевой фразой молитвы, которой наш Господь научил своих учеников, Отче наш, и все помнят эту молитву наизусть, там есть такие слова, да будет твоя воля на земле, как и на небе, подразумевается, что на земле сейчас что-то испорчено, но в один особенный момент его воля будет на земле и изменит все. Ну вот, эта идея и основные принципы идеи Тиккуну Лам восстановления мира, которую мы будем разбирать последующие семь недель, и сейчас у меня осталось буквально пять минут, я вам быстро покажу схему нашего разбора и покажу ее, о чем мы будем говорить на последующих уроках. Знаете, есть такая известная одесская песня, смешная, даже немножко такая приблотненная, это школа Соломона Кляра, школа бальных танцев, вам говорят, две шаги направо, две шаги налево, шаг вперед и два назад. Наверное, вы все помните такую песню. Я, наверное, пойду по этой же схеме. Я буду на следующих уроках говорить о следующих вещах. Можно вывести слегка? Она у меня. Видно? Я буду говорить о совершенном состоянии творения и о деградации, в которой прошла, через которую прошли люди. И вот видите, у меня здесь написаны минус первый шаг, и это не просто первый шаг, минус первый шаг, то есть как бы вниз, минус второй шаг, минус третий шаг. Первый шаг мы поговорим вниз, это разрыв гармонии с Богом. Второй шаг разрушение гармонии с творением. третий минус шаг, вниз деградация, разрушение гармонии в человечестве. То есть мы будем на последующих уроках говорить вот об этих вещах, когда я буду пояснять вещи из священных писаний, я буду пользоваться не только какой-то логикой, мне придется пользоваться некоторыми еврейскими мидрашами, потому что много, особенно из того, что записано в книге бытие или шемот, исход, без того, чтобы толковать немножко аллегорически невозможно. Там есть масса воззрений. Я вам предложу одно из, и вы знаете, есть такое выражение в еврейском подходе к изучению священных писаний, что у Туры есть 70 лиц. То есть по-разному можно смотреть на одни и те же места писания, и это достойно того, что ни одно понимание присутствует. Но вот моя цель будет как бы показать вот эту вот картину, как человечество деградировало до самого минимума, и как Господь закладывает шаги вверх, восстанавливать, исправлять мир, тикун олам, и это следующий, и это следующая страничка, вот видите, первые, минус первый, минус второй, минус третий, и вот пути восстановления, вначале это призвание Авраама, вера, второй шаг вверх, это Тора и раскрытие Творца народом через Израиль, и третий, это пришествие Ешуа, через которого должно просветиться все нееврейское население земли, и восстановиться слава народа его Израиля, потому как в Луке во второй главе Симеон, праведник, пророчествовал для него, пока все не будет восстановлено, тикун олам. субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok